Вековой юбилей в эти дни отмечает военный комиссариат республики. История создания ведомства уходит в прошлое еще довоенное время. Хотя к выполнению важной государственной задачи, проведению мобилизационных мероприятий, сотрудники Йошкаролинского военного комиссариата приступили в первый же день Великой Отечественной войны. Уже в мирное время сотрудники военного комиссариата принимали участие в формировании целинных батальонов для уборки урожая, направляли военнообязанных на ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС, участвовали в тушении лесных пожаров. Сейчас важную роль военкомат уделяет военно-патриотическому воспитанию молодежи, поддержке ветеранов, ведет учет граждан, пребывающих в запасе и техники, а также ведет призыв граждан на военную службу. Со столетием со дня образования военного комиссариата сотрудников и ветеранов поздравили высокие гости. Сотрудники военного комиссариата своим добросовестным отношением к делу вносят достойный вклад в решение на сущие проблем практически каждой из наших земляков республики. Они деятельно помогают участникам войны, воинам-интернационалистам, восстанавливают и увечивают память защитников Отечества, не позволяют заслуженным пожилым людям почувствовать себя одинокими и забытыми. Товарищество, братство в вооруженных силах, оно помогает и в службе, и в выполнении задач, которые стоят перед военнослужащими, перед подразделениями военными. А я хочу сказать, что здесь же сказали практически про все функции, которые исполняют военкоматы, но не хочется в этот знаменательный день. Все-таки 100 лет это в один раз, да, 100 лет, потом будет 150, потом 200, куда-то такие красивые, замечательные, с чем я вас только, конечно же, поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вам искренне желаю всем здоровья, благополучия, домашнего счастья, чтобы домашние вас радовали, на работе вы чувствуете себя востребованными, и жизнь ваша менялась в лучшем. И еще одну вещь скажу, я считаю, что я тут с людьми сейчас много сталкиваюсь по разным причинам, и мы вот для них задается вопрос, что все-таки с силовиками у нас есть маленький недочет, коэффициент понижающий на пенсию, я считаю, что это неправильная история, его надо справлять. Я думаю, государство обещало, люди свой долг исполнили, все должно быть по-честному и по справедливости. Служить в армии сегодня честь для молодых ребят, все меньше тех, кто пытается уклониться от своих прямых обязанностей. Так, ряды вооруженных сил страны в прошлом году пополнили полторы тысячи наших ребят. Примерно столько же призывников будет и в этом году. Служить в армию из Морел весной отправились более 700 человек, а следующий призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря.